здравствуйте мои дорогие мои любезные девочки и мальчики афонтовцы и конечно все другие каналы и вообще вся россия значит я вам хочу сказать что когда вы приезжаете на свои дачные участки вы должны сначала пройтись по нему и посмотреть внимательно кому из ваших растений нужна помощь а помощь на самом деле нужно каждому растению которое вы посадили вы несете за него ответственность вот сейчас мы стоим у яблони помните мои великолепные троечки да групповая посадка три в одну лунку обратите внимание вот одна яблоня учитывая что это яблоко должно быть крупноплодным но если меня продавцы не обманули то разумеется что и две других тоже крупноплодные но что с ними случилось прошлом году это было просто шикарная троечка просто замечательно а в этом году вот одна из них одна из них оказалась так еще и в крапиве здесь посмотрите все пропало все пропало нету практически вот это да это поросль ну слава богу что это не дичка она скорее всего отрастет но что в этом году происходит с плодовыми напрочь гибнут сливы вишни абрикосы яблони то есть совершенно разных видов растения что такое случилось я не понимаю что происходит я понимаю только глядя на яблоню у нее закрученные листики ну вот такие видите он там явно товарищ пришел товарищ пришел поесть иди отсюда но то что листья скручиваются это говорит о том что это не маленький жучок посетил вашу яблоню это листовертка здесь вредителей очень много это цветоед это плодожорка это листовертка это всевозможные господи ты боже мой и тли и пилищики и кого только нет и на сливах и на вишнях а уж смородину то в этом году делал от ля так что я даже боюсь ее показывать поэтому берете в руки препараты которыми можно справиться вот с этими проклятую щими помощниками господи ты боже мой и так тут посмотрите раз два три по пальцам пересчитать плоды в этом году очень плохая весна очень сначала было тепло потом ударил мороз минус 9 потом пошел снег по колено у нас тут извините в сибири 50 сантиметров потом снег растаял и опять ударил мороз потом ударил град потом пришла несусветная жара у нас 45 на солнце у нас 37 в тени этого не выдерживает о видите ни человек ни какие-то растения поэтому вечером когда сядет солнце пожалуйста запомните фитоспорином нельзя избавиться от плодожорки листовертки пилищиков и так далее фитоспорином можно избавиться от пятен на листьях расплывчатых точечками и так далее а вот избавиться от вредителей которые либо плоды едят либо дырки на нем оставляют либо листья скручивают можно препаратами начиная с карбофоса карбофос актара децес это командор это боже мой искра искра био искра золотая их там целое море приходя в магазин за этими препаратами вы должны точно сказать продавцу они не консультанты они только продавцы но вы должны сказать точно мне нужен препарат от вредителя он бежит или прыгает или сосет или кусается это вредитель а то что называется болезнью там бактерия вы ее не видите она свое дело делает потихонечку благо у меня вот как бы да на яблонях нету болезней но вредителей вот так как у всех будучи в отсутствии да конечно очень тяжело приезжая редко справиться со всем и сразу трава которая растет под кроной ваших замечательных яблонь должна быть убрана не голая земля а просто подстрижена вырвана скошено что угодно потому что все таки трава это место для того чтобы спрятаться например долгоносику если у вас рядом с ягодой есть какая-то газонная трава или сорняки вы потравите на клубнике а он посидит и подождет когда действие препарата на клубнике кончится он опять туда вернется не делайте так выпалывайте посмотрите я хочу показать вам что у этой троечки есть вот вот эта ветка вот она вот понимаете да что я шевелю вот эта ветка как раз от этой яблони это стелющаяся форма я-то хотела чтобы одна яблоня закрыла ковром весь низ почти у земли а две яблони одна покороче другая повыше создали вот такую вот купу которая еще и расстелилась вокруг но у меня не совсем получилось потому что природа скорректировала так как ей надо видите она тоже обмерзла вот ее ветки шикарные просто и это кстати крупноплодная яблоня это не карлик не не клоп какой-то это вот как раз карлик то есть она не будет расти вверх она будет расти так как ей положено вот это все надо спилить и мне очень хочется в одной из следующих программ сейчас этого делать нельзя идет только движение но в одной из следующих программ и это будет к осени я покажу как правильно удалять ненужные ветки почему так а не иначе почему срезать надо так чтобы кора снова зарастила все что вы срезали под каким углом это сделать и вообще какой толщины ветки как и спиливаются это очень важно ну а сейчас я хотела вам показать как моя троечка приказала долго жить но я надеюсь что отрастет это яблони у нее от прививки идут ветки и я вам хочу показать не сейчас а тоже в следующей программе сейчас пока нету таких почек как из почки спящей вырастить ветку иногда бывает дерево растет да вот тут три ветки а вот тут не одной это некрасиво и неправильно поэтому это все в следующих программах обязательно посмотрите ну а то что эту яблоню надо опрыскать от вредителей однозначно то что их их вот оставшихся и эту красавицу стелющиеся и эту которая уже плодоносит надо кормить это даже не обсуждается и мы с вами делали дачный коктейль сейчас еще до середины июля вы можете кормить удобрениями которые вы сами сделали даже если в составе есть азот но его должно быть не меньше и не больше 12 процентов а вот уже после середины июля милые мои остановитесь азот всем растениям кроме теплиц а вот уже после середины июля милые мои остановитесь кроме теплиц там растение долго можно кормить и с азотом удобрениями там зеленой массы много нарастает но там все временное явление а этот не временное поэтому удобрения должны быть таковыми чтобы в них был сосредоточен калий и фосфор фосфор для корнеобразования потому что любое молодое дерево наращивать сначала корни потом крону и калий для того чтобы оно смогло плодоносить и калий будет защищать его сульфат калий особенно от болезней а от болезней сера сульфат значит в составе сера а калий как раз если у растения будет этот калий она будет очень зимостойкая и надеюсь у меня услышали всего вам доброго и до свидания до скорой встречи